Здравствуйте, Алла Борисовна. Сегодня мы поняли, что в той шутке, которая бытовала лет 15 назад, Леонид Брежнев, мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой, все-таки была ой, какая доля истины. Алла Борисовна, времени у нас мало, поэтому вопрос. Моя программа связана с кино. Какие отношения с кемиатографом? Нормальные, дружим. После картин «Женщина, которая поет», «Сезон чудес», после «Пришла и говорю», сейчас что-то есть? Ну, разные причины, которые нас могут разделять. То есть, желание-то есть. Ну, наверное, нет возможности какой-то. То у меня, то у них. Но, в принципе, есть сейчас, в последнее время, интересный сценарий. Но на это требуется времени. В принципе, надо чем-то пожертвовать. Я не могу сразу двумя делами заниматься. Алла Борисовна, со дня появления Орликина, вы стали царствующей особой на эстрадном Олимпе. Появляются молодые исполнители, меняется направление. Но, тем не менее, никто не владеет так сердцами слушателей, как вы. Несмотря на то, что все, в общем, стараются. В чем секрет вашего такого успеха? Эпоха Пугачевой, она не кончается. Мне трудно сказать. Кончается она, продолжается она. Это вам судить, в принципе. Я просто так живу. У меня другой жизни нет. И я так живу. У меня есть песни. В общем-то, эти песенки всегда были для меня, как таблетки от моей головной боли, от вашей. Это было средство существования, средство общения. То есть я, в общем-то, я столичная штучка. Понимаете, во всем была всегда. Может быть, мне не надо было особенно бороться с чем-то. Мне где-то повезло. И каждой певице, и певцу есть какой-то шанс. Им везет этот случай. Когда они выходят на сцену, каждый знает для чего. Я вышла для того, чтобы общаться. Может быть, поэтому я так задержалась, потому что мне... Я не гналась ни за успехом, ни за деньгами, ни за... Вы знаете, вопрос несколько длинноватый. Но помните, если был такой случай, если читали или знали, а Фейна Арневская, глядя на Сикстинскую Мадонну, услышала рядом возглас одного военного. Он сказал, что она на меня не производит впечатления. Вы знаете, она производила впечатление на стольких людей, что теперь сама может выбирать, на кого производить впечатление. И продолжение этого вопроса. В этом году, кажется, в 80-м, около того времени, были очень популярны такие пакеты. Не знаю, где их печатали, может быть, говорят, в Грузии. С одной стороны был Боярский, с другой стороны были вы. Две суперзвезды того времени. Сейчас у вас есть возможность выбирать. Кого бы вы выбрали? Чей бы портрет мог бы находиться с той стороны пакета, если бы на одной его стороне были вы? От моего желания уже ничего не зависит. Если будет другой, то Филипп его просто убьет. Так что я лучше не буду рисковать. Я одна на этом пакетике. Вы поете прекрасные песни. У вас действительно замечательный репертуар. Но есть ли песни у других исполнителей, которые вы хотели бы сказать, что я бы хотел спеть эту песню? Знаете, как правило, есть песни, от которых я отказался, и они появились у других исполнителей. Потому что я уже давно, честно говоря, пою и живу. Ну, зачем вам договориться? Я могу, ну, в общем-то, это не секрет, что я в свое время отказалась от песни «Еще не вечер». Это знает Илай, мы говорили где-то об этом. Также мы страшно поругались с Леонидом Дербеневым в свое время, потому что я отказалась от городской сумасшедшей и Гомолайф этих сумасшедших. Страшно не хотела, чтобы меня от того возили. И поэтому, в общем, вот, поэтому я могу только это сказать, что я просто очень четко ощущала, что мне нужно на сегодняшний день. И, как правило, этот период беспесенный, когда никто не мог мне написать, я писала песни сама. Но мне вообще везет в этом смысле. Я хоть могу показать, что мне надо. А как вы поделили песню телефонной книжкой? Поделили. Я ее спела когда-то очень давно. Но потом Лариска спела, так Резнюков захотел. Видите, это правоавтор. Алла Борисовна, мы с вами одной масти. Не пора ли создать в России союз рыжих? Не знаю, но я лучше за этот союз, чем в союз лысых, ей-богу. Тишина какая. Господи, какая тишина. Снова я здесь, в этой комнате. Я не буду включать свет. Пусть будет все, как тогда. И брошенный в кресло клетчатый плед. И запах дыма твоих сигарет. И этот вальс. Наш единственный вальс. В целом мире только я и ты. Мир забыт был только я и ты. Все плыло, качалось и кружилось. Лишь твои глаза. В них исчезло все. Все плыло, кружилось и качалось. Лишь твои глаза. В них исчезло все. И даже я. Но ты отсюда ушел. Ушел бы никуда. Но для меня ты здесь навсегда. Не верю в пропажу. Ты всюду со мной. Но неправда, ты здесь. Ты танцуешь со мной. Закудусь я в твой клетчатый плед. Закудую сигарету, где глуп твоих след. Клянусь, не забыть твоих ласковых глаз. Мне в этом поможет наш единственный вальс. Пусть будет все, как тогда. Пусть будет все, как тогда. Пусть будет все, как тогда. Этот вальс. Наш единственный вальс. Субтитры подогнал «Симон»